О май гад, Данила, ты что, крэйзи? Депо, почёп! Если вы поймёте, как сделать вот эти задания, это будет просто суперкрупо. 3-запи на 4, 2-пи на 4, 3-пи на 4, зачем нам это? Чего же надо? Нужно, допустим, не учить формулы. Можете прогуглить в интернете 150 штук, вы их не выучите. Ах, колесо! Всем привет, ребят, меня зовут Спартак Спартакович. Сегодня мы провели довольно тяжёлую тему, она называется тригонометрия. Это база 10-го класса. Мы немножко ту тему трогали в 8-м классе, но она была именно геометрическая. А сегодня мы рассмотрим тригонометрию алгебраическую. Сразу говорю, что урок будет довольно сложный, вы, возможно, ничего не поймёте, это первый урок. И несколько будет нужно курсов посмотреть, чтобы понять, о чём идёт вообще речь. Тему, на самом деле, не очень хорошо объясняю, вот. Да и сама тема очень сложная для объяснения для человека, который живёт в 21-м веке, понимает, что это довольно трудно. Но через несколько уроков станет более понятней. Поэтому этот ролик будет не совсем обычный, он будет довольно длинный. И поэтому советую всё записывать, если даже несколько раз можете переслушать. Всем приятного просмотра! Начнём мы с того, что вспомним тему окружности. Нарисуем её. Рисуем кружок. Ставим точку в центре. Допустим, радиус у нас будет 1 см равен. Радиус 1 см. Построим две точки на окружности. Вот здесь вот и вот здесь вот. Это у нас будет ровно половинка окружности. Так вот, чтобы добраться вот от этой точки вот сюда, в окружности с радиусом 1 см потребуется длина, вот такая, 3,14 см. Может быть, кто-нибудь слышал уже, это называется число π. Сразу можем сказать, что число π – это расстояние половины дуги окружности с радиусом 1 см. А давайте эту дугу поделим на две части. Если вот эта дуга у нас будет π, да, вот отсюда до сюда, тогда половина этой дуги будет π на 2. То есть π поделить пополам. А давайте поделим ещё её на две части. Это будет π на 4. То есть мой дугу делим на части. То есть вот этот отрезочек, который я заштриховал, это одна часть от π. А если я ещё один заштрихую, это будет две части от π. Давайте вот здесь ещё поделим пополам. Это будет три части от π. 3π поделить на 4. И вот это будет 4 части от π. То есть 4π на 4 можно сократить, это будет просто π. Вы должны задать вопрос, что за π на 4, 2π на 4, 3π на 4, зачем нам это? Дальше мы пройдём что-то по косинус и синус. И нам нужно будет брать точечку на окружности и опускать её либо на косинус, либо на синус. Вы увидите дальше, зачем это. То есть сейчас мы просто учимся понимать, как находить точки на окружности. Давайте для простоты будем рассматривать только половинку окружности. Поделим её, например, на три части. Здесь у нас 0, здесь у нас π. Значит, если мы возьмём одну штуку из трёх, то есть мы поделили на три части, будет π на 3. То есть здесь мы пишем, сколько частей мы взяли, здесь на сколько частей мы поделили. А вот это будет, мы берём две части из трёх, это будет 2π на 3. И если мы возьмём последнюю часть, это будет 3π на 3. То есть просто π если сократить. Давайте снова нарисуем половинку окружности. Поделим её на три части. И теперь каждую половинку поделим ещё на две части. Вот. Так. Вот. У нас получилось 6 частей. Посмотрим теперь, какие точки где будут. То есть вот мы взяли одну штучку, да? Мы взяли одну штучку из шести. Значит, будет π поделить на 6. Вот мы взяли две штучки. Это будет 2π поделить на 6. 3π поделить на 6. Берём четвёртую штучку. Будет 4π на 6. 5π на 6. И 6π на 6. 6π на 6 можем сократить. Будет просто π. Давайте для простоты я не буду пока рисовать целую окружность, а мы разберём, что такое косинус. Все помнят, что такое графики. Так вот, рисуем координатную плоскость. В ней нарисуем окружность. Нам нужна только пока что ось Х. Плюс мы рассматриваем только половинку окружности для простоты. Вот у нас 0 в координатной плоскости. Раз у нас радиус равен 1 см, то вот это будет 1. А раз мы идём влево по Х, помните в координатах, что было у нас, здесь будет минус 1. Но также есть промежуточные точки между минус 1, 0 и 1. Их всего 3. Как они получаются, это всё я уже объясню в уроках более сложно. Сейчас мы просто пока что пытаемся понять. Давайте запишем. Корень из 3 на 2. Это первая точка. Чуть меньше корень из 2 на 2. Чуть меньше 1, 2. Потом идёт 0. Здесь минус 1, 2. Минус корень из 2 на 2. Минус корень из 3 на 2. То есть, ещё раз, мы рассматриваем косинус. Вот у нас ось Х. Мы вместо ось Х будем теперь писать косинус. Вы спросите, нафига всё это надо? Вот это всё мы будем применять дальше в примерах. И вам нужно понимать, что такое тригонометрический круг. Понимать, как находятся такие или определённые значения, чтобы вам не учить кучу формул. Формул в тригонометре где-то под сотню, под две сотни. Это просто их невозможно выучить. Я лично знаю штук 10, наверное, от силы. Но я понимаю, как выработать другие формулы, потому что я понимаю тригонометрический круг. То есть, ещё раз, мы это учим для того, чтобы в 10-11 классе нам вообще не учить формулы. Если вы поймёте, что это такое, я вам гарантирую, что вам не нужно будет учить формулы. Все эти числа, которые здесь вот написаны, они запомнятся, я вам гарантирую. Потому что вы будете просто постоянно использовать эти числа в тригонометре. И вы их на автомате, как формулу квадратного уравнения, там, дискриминанта какого-нибудь запомните. Вот так же она запомнится. Это заучивать не нужно. Смотрите, что мы делаем. Мы берём, вот нам даны примеры. Мы находим все вот эти точки. И после этого опускаем эти точки на косинус и смотрим, какое получится у них значение. Пи на 6, это когда мы половинку окружности делим на 6 частей. И берём из них одну штуку. Вы можете посмотреть чуть назад, и эта точка у нас будет вот здесь вот. Пи на 4, точка вот здесь вот находится. Это когда мы половинку окружности делим на 4 части. Пи на 2, это когда мы половинку делим на 2 части. Вот 1 и 2. Это пин на 2. Это пин на 6. Это пин на 4. Давайте еще пин на 3 напишем. Давайте пин на 3. Теперь проводим на косинус нашей точки. Например, пин на 6 опускаем. Будет корень из 3 на 2. Пин на 4 опускаем. Будет корень из 2 на 2. Пин на 3 опускаем. Здесь этого нету. Это будет 1, 2. Пин на 2. Это будет 0. Пин на 4. Мы записали, да? Это корень из 2 на 2. Тут важен, в общем, записан. Тут небольшая скорейка была. Косинус пи у нас будет. Это минус 1. Вот мы отсюда до сюда идем и опускаем на косинус. И точка уже там лежит. Это будет пи. И косинус 0, это мы вот отсюда прям стартанули. Это будет 1. Переходим к синусу. Я очень надеюсь, что кто-нибудь это поймет. Нарисуем половинку окружности. Как я вам говорил, мы рассмотрим координатную плоскость. И теперь вместо у будем писать синус. Здесь у нас 0. Да? Значит, сверху у нас по у будет что? 1. Потому что радиус равен 1 см. Промежуточные точки будут такие же. Корень из 3 на 2. Корень из 2 на 2. И 1 вторая. Давайте вспомним наши точечки. Это у нас пи на 6. То есть мы половинку окружности делим на 6 частей. Пи на 4. Это мы делим половинку окружности на 4 части. Пи на 3. Это мы половинку окружности делим на сколько частей? На 3. То есть вот еще раз показываю. Вот смотрите. Вот мы делим на 3 части. Типа 1, 2, 3. Если мы берем только одну, значит у нас 1 пи на 3. Окей. Ну давайте возьмем 2 пи на 3, например. Возьм 3 пи на 4. Берем 3 четверти из 4. Это 3 пи на 4. И, например, 5 пи на 6. То есть делим половинку окружности на 6 частей. И берем из них 5 штучек. У меня угол маркера. Где группачок? Ах, колико. Мой гад, Данила, ты что, крэйзи? Еще раз. У нас появились точечки. И теперь мы должны опустить, найти эти точки, да? А потом опустить на синус. Вот у нас синус. Какой сигарик, да? Поехали. Пи на 6. Точку нашли. Опускаем на синус. Пи на 4. Нашли точку. Опускаем на синус. Ну я немножко кривой. Но она должна быть вот здесь, короче. Пи на 3. Нашли точку. Опускаем на синус. Что? Пи на 2. Точечка вот здесь вот у нас. Она уже лежит на синусе. Это единица. Что у нас еще? 3 пи на 4. Опускаем на синус. Будет вот здесь вот. Это корень из 2 на 2. Еще это синус пи. Вот у нас точка пи, да? Опускаем ее на синус. Это будет 0. Пи на 6 у нас это 1 вторая. Пи на 4 это у нас корень из 2 на 2. Пи на 3 у нас это корень из 3 на 2. Как-то так. Грубо говоря, что вам нужно сделать? Вы берете какое-нибудь расстояние. Например, пи на 4, пи на 6, пи на 3. Находите эти точки, где они находятся. И потом опускаете на линию, которая вам нужна. Если на синус, опускаете на синус. Если вам нужно на косинус, опускаете ее на косинус. И смотрите, какое будет у этого значение. Я понимаю, что вы не понимаете, откуда взялись эти цифры. Но мы разберем это в более сложном уроке. Там это через теремы Пифагора все объясняется. Там берете стороны за иксы, короче, там проводите. И там всякие корни будут. Ну, я это чуть потом объясню. А сейчас просто запомните. Мы берем точечки, находим их на окружности. Опускаем их на линию, которые нам нужны. И получаем ответ. Это все нам понадобится в трагентрических уравнений. В трагентрических неравенствах. В трагентрических системах. Построение графиков. Там синусоидов, косинусоидов. Все это нам нужно. Будет. В принципе, на этом уроке я мог бы закончить. Да? Ну, давайте еще немножко потренируемся. Потому что я уверен, что очень многие не понимают, что я говорю. И лучше я еще раз повторю в лишний раз. И, может быть, кто-то поймет. Поехали. Вот я для вас разделил на три части, на две части, на шесть части, на четыре части. Там некоторые точки, правда, дублируются. Но так вы можете понимать, что такое делить на шесть, что такое делить на четыре, что такое делить на два, что такое делить на три. Вот. Все эти точки я могу использовать в тригонометрии. Записали? Сейчас будет сложнее. А теперь нарисуем полный трагентрический круг. Продолжение следует... В завершении сегодняшнего урока я нарисовал полный тригонометрический круг. Тут еще, правда, не хватает тангенса и катангенса. Но если вы поймете вот это где-то за 10-15 минут, которые я рассказал, это просто очень круто. Я вот это объясняю примерно полтора часа своим ученикам. То есть от нуля вообще вот как-то так. Если вы поймете, как сделать вот эти задания, это будет просто супер круто. И, блин, я бы очень хотел снять второй урок, чтобы ни у кого не было проблем с тригонометрией. И все поняли, я сказал, йоу, Спартак, Спартакович, ты красавчик, я сказал. Йоу, круто. Поехали. Еще раз. Мы берем вот эти точечки, вот эти точечки, точечки на окружности. И потом опускаем их на линию, которую нужно. Либо на синус. Вот у нас красненький синус. Либо на косинус. Это у нас как оси х. Поехали. Синус, пина 4. Давайте какой-нибудь другой маркер возьмем. Зеленый, чтобы было видно. Синус, пина 4. Нашли точку пина 4 и опускаем ее на синус. Это будет корень из злок маркера. Вы можете поставить на паузу и попробовать сделать сами. А я продолжаю. Пина 6. Нашли точку пина 6. Опускаем куда? На косинус. А косинус у нас вот тут вот. Это будет корень из 3 на 2. Едем дальше. 7 пина 6. 7 пина 6. Ага, вот она у нас. 7 пина 6. Опускаем куда? На синус. Синус у нас красненький. Берем и опускаем на синус. Будет минус 1, 2. Забавно сказать, что вся окружность это 2 пи. Если половинка окружности это пи, то вся окружность будет 2 пи. Продолжаем. Косинус пи. Пи у нас вот здесь вот. Опускаем на косинус. Он уже лежит на этой точке. Это будет просто минус 1. Да, потому что слева у нас по иксу будет отрицательное. А радиус равен 1 сантиметру. 11 пина 6. 11 пина 6. Вот. Опускаем куда? На синус. Будет минус 1, 2. 5 пина 6. Вот он у нас. Опускаем на косинус. Это у нас вот здесь. Будет минус корень из 3 на 2. 4 пина 6. 4 пина 6. Вот у нас. Опускаем на синус. Это у нас будет вот здесь. Это корень из 3 на 2. И последнее завершающее. Косинус 2 пи. Вот у нас 0. 2 пи это целый круг. Мы вернулись в эту же точку. И здесь у нас будет 1. Потому что вот отсюда до сюда. Расстояние. У нас радиус 1 сантиметр. Значит будет 2. Ой, 1. Потому что по иксу слева у нас минус 1. А справа плюс 1. Как в графиках. Давайте подытожим. Берем точки на окружности. Опускаем их на косинус или на синус. Откуда вот такие значения все получились, я объясню в следующих уроках, когда уже будет чуть посложнее. Повторюсь, для чего это нужно. Нужно для того, чтобы не учить формулы. Их можете прогуглить в интернете. Формулу тригонометрия. Их 100-150 штук. Вы их не выучите. У вас это не получится. Вы запутаетесь. Где-нибудь какой-нибудь минус. Формулю не напишите. Вы накосячите. В ЕГЭ их нету типа в профиле, в базе. Вам не дадут этих куча формул. Вам дадут хоть одну там. Неважно какую. Поэтому, чтобы не учить эти формулы, вам нужно понимать вот этот круг. С помощью этого круга вы сможете сделать большинство самых сложных заданий. Такие, как 13-е и 15-е. Фух. Я старался. Это наша такая новая студия. Это первый урок на ней. Надеюсь, вам понравится. Мое возвращение. Если вы как-то удалите меня, поставите лайк, например. Я буду очень рад. Буду стараться чаще снимать. В прошлый раз я сжег компьютер и не мог снимать. То есть, надеюсь, было понятно. Это самое главное. То есть, даже не можете не ставить ничего. Главное, чтобы вам было понятно. С вами был Тексира Спартак Спартакович. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok